Когда он меня спросил, что это сделала ты, я была настолько тупа, я могла бы сказать, нет, не я какой, которые постоянно до мной издеваются. Поругалась с одним мальчиком, взяла стул и ему врезала. Я всегда очкошник, я всегда боюсь. Всем привет, мои хорошие, с вами Акемили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Только что пришла домой, хочется пить. Давайте их вот так вот высыплю на салфетку. Так, я высыпала все на салфетки, чтобы не шуршать в лишний раз. И шок, шок, шок. Это все, не учитывая наггетсы, я купила за 5 монат. Круто, да? В общем, расскажу вам вкратце, я скачала программу McDonald's, она идет на любые телефоны. И там есть купоны, и с этими купонами можно один раз приобрести себе что-то вот такое. По мне, очень выгодно. Почему я снимаю опять McDonald's, я могу объяснить. Мне в комментариях очень часто писали девчонки, что сними что-то из нового меню McDonald's. Я думала, что у нас есть. Оказалось, что у нас ничего из нового меню нету. Может быть, в ваших городах есть, но у нас в Маке старое меню, так можно сказать. Итак, с чего мы начнем? С гамбургера. Как же я люблю фастфуд. Хотя бы через день я должна кушать в McDonald's. В воскресенье, вчера, пошла в Маке была просто в шоке. Мы с подругой пошли, купили всего, а сесть нам негде. Вот что делать? Мы с этим подносом поднялись наверх, спустились вниз. Даже на улице лавочки были все заняты. Нам пришлось подождать, чтобы кто-то встал, чтобы сесть. Например, в Hard Rock, когда заходишь, и как только ты заходишь, тебя спрашивают. У нас было пятеро. Мы зашли, и нам сразу у входа сказали, что у нас мест нет. И мы даже не потеряли свое время, и не стали искать, где можно сесть. Я делала свой день рождения в Голливуде. Мы дали счет около 250 монат на 5 человек. У нас там были роллы и так далее. Вы же знаете, я обожаю покушать. И вы представьте, через 4 часа после того, как мы сели, официант пришел и говорит. Вы когда встаете? Тем более, они знают, что у меня день рождения. Эту комнату, говорит, хотят другие посетители, другие клиенты. Вы когда уходите? Честно, мне так неприятно стало. И я после этого дни ногой туда. Плюс мы сидим на дне рождения. И там у меня сначала там первое, потом второе, и в конце десерт. Где мы там тортики. Ассорти должно было прийти. Из фруктов. Очень-очень красивое. И тут заходит с этим ассорти официант. Парень. И говорит. А это, говорит, ассорти от нашего заведения вам в подарок. Я такая в шоке. Я же это заказывала. И до этого за это заплатила. То есть, я сначала отдала половину суммы. У нас это называется бе. Да я не знаю, как на русском это называется. Аванс. Вот, вспомни, аванс называется. Когда он сказал, что а это вам в подарок от нашего заведения. И все такие, вау, как классно в Голливуде делать день рождения. А я в конце заплатила за все. Там, знаете как? Там отдельные комнаты. Кто не живет в Баку, тот, наверное, не поймет вообще, о каком заведении идет речь. Мы сидели в комнате Ламборджини. Как я поняла, это самая такая ходовая комната. Все хотят там сидеть. У нас самая большая. Но сейчас там уже никаких депозитов, ничего такого нет. Но все равно было очень-очень неприятно. На мой день рождения, мне говорят, уходи. Хотя ты платишь немало. Короче, ладно. Вот в Макдональдсе тоже самое. Вкусная еда, хочется отсесть и покушать. Вроде там, знаете, часами никто не сидит. Все покушали, встали и ушли. Но клиентов настолько много, что, во-первых, персонал не успевает. Во-вторых, мест нету. Негде сесть. Когда у тебя будет парень, ты скажешь нам об этом. Я уже говорила вам, что я сразу говорить о своих отношениях не буду. Когда уже будет что-то серьезное. Когда мы поймем, что все. Мы жить друг без друга не можем. Вот тогда. Расскажи интересную историю школы. Я не знаю, я вам рассказывала или нет. Один раз я нашла телефон в раздевалке. И что произошло? Я сказала девочкам из класса. Причем сказала, знаете, таким хулиганкам из класса. Это был второй класс или третий, не помню. Тогда телефон только-только начали появляться. Я девчонкам сказала, давайте отдадим классной руководительнице нашей. Они поджали надо мной. И сказали, что его можно продать очень дорого. Я сказала, нет. Я всегда очкошник. Я всегда боюсь. Но эти девчонки, они такие, типа, крутые были в классе. Я боялась им перечись. Но еще больше я боялась, что этот телефон найдут у меня. Потом меня посадят. Они мне сказали, что нет. Иди домой с телефоном. Пусть недельку полежит у тебя. Потом принесешь нам отдаш. В первом-втором классе, мне кажется, я была такой лохушкой. Потому что я толком не знала русский язык. И обучение было на русском. Я не могла правильно выразить свою мысль. Поэтому все вокруг смеялись, что я говорила что-то не так. У меня подруг не было. В общем, такая очень неприятная обстановка была для меня. Для меня была каторга просто идти в школу. Я никогда не любила школу. Вот никогда. Даже сейчас помню, что это такой, знаете, зелененький телефон. На мой взгляд, был какой-то женский. Я его потащила домой. Потом всю ночь соснуть не могла. Что вдруг кто-то позвонит. А вдруг как-то меня найдут, вычислят и так далее. Думаю, может все рассказать маме и папе. Потом испугалась, что потом мне в школе устроят. Я вообще думала, что в это меню входит кола. Оказывается, это чай. Оказывается, мне просто налили кипяточка и сказали пока. Иди, дорогая. Я помню, когда закончился первая четверть в первом классе. И мама мне сказала, что еще таких четверти будет 20. Мне реально стало так плохо. Я начала плакать. Проблема в том, что я до этого не ходила в садик. И как такового общения именно с детьми у меня не было. Тем более на русском языке я не могла вообще говорить по-русски. Дома мы всегда говорили на своем родном языке. И тяжело мне было, конечно. А еще я тогда не умела за себя постоять. То есть кто-то ржет надо мной, надо мной издевается. Я наоборот начинала плакать вместо того, чтобы ответить. И так они постоянно издевались надо мной. Потом я подралась с одним мальчиком, который надо мной постоянно издевался. Он издевался из-за того, что у меня типа большие глаза. А сейчас я понимаю, блин, это комплимент Леша. Это был комплимент, оказывается. Я прям очень сильно поругалась с одним мальчиком. Взяла стул и ему врезала. Вообще, не советую никого доводить, потому что у нас в классе была девочка толстая, которую все всегда доводили. И она один раз взяла ручку и воткнула вот сюда парню, который ее доставал. Прям вот воткнула. Одно дело просто напугало. И все как бы сказали, молодец, девочки. Потому что этот парень реально ее достал. Сколько можно издеваться? Сколько можно доставать одного человека? Я уже стихоннее была. Ну, в общем, история с телефоном, слушайте. Я пошла домой. И он начал звонить. А я не разбираюсь так особо в телефонах. У меня его и не было. Я под подушку его и так далее. Короче, не знала, что делать. Всю ночь проплакала, можно так сказать. Даже мама утром меня спросила, говорит, что происходит, что ты какая-то другая. Вообще, когда у меня в жизни что-то происходит, мама сразу замечает. Даже если я ей не говорю, она видит, что что-то меня тревожит. В конце, оказывается, эти девочки мне и подкинули этот телефон. Специально, чтобы пожать надо мной. Потом сами звонили на этот телефон. Чтобы просто угорать. Потом я попросила маму, чтобы она меня перевела в другой класс. Я не сказала, что в классе меня обижают и так далее. Я просто сказала, что этот класс очень сильный. Я не успеваю по программе. Вот. Хотя я все успевала, все было замечательно в этом плане. Просто мне не хотелось учиться с этими девчонками, которые... Которые постоянно до мной издеваются. А сейчас я понимаю, что вина была во мне. Я показывала свою слабость. Я позволяла им издеваться над собой. Это как в универе. Однажды мне девочка такая говорит. Айка, ты что, говорит, карандашом для глаз оформляешь брови и такая смеется. А я ей сказала, ты что, румяна рисуешь помадой красной для губ? У нее реально такие румяна были, прям вот как у матрешки. А ей казалось, что это контуринг. И после этого ничего она мне говорить не стала. То есть все зависит от нашей реакции. Если мы можем за себя постоять, никто над нами издеваться не будет. Вот такой вот десерт. Я никогда не пробовала десерта из мака. Хотя нет, вру. Пробовала года 4 назад. Они мне понравились. Пробуем еще. Странно выглядит. Мне сказали, вам фруктовый. Или черничный. Я сказала, давайте фруктовый. Почему-то он очень похож на черничный. Если еще рассказывать истории из детства, когда я училась в том же классе. Это был класс А. А там было так. А это типа самый сильный класс. Б, В, Г. Это типа попроще. И потом я уже училась в ВГ классе, потому что попросила родителей меня перевезти. Я не рассказывал. Однажды один мальчик сломал кактус. Как сломал? Горшок с кактусом упал на пол. И горшок сломался. И кактус весь рассыпался. Так можно сказать. В конце этот мальчик сказал, что это сделала я. Но учительница не поверила. Когда он меня спросил, что это сделала ты, я была настолько тупа. Я могла бы сказать, нет, не я какой. А я как дура стояла, молчала. Но учительница сразу поняла, что это не моих рук дело. Просто я боюсь всех. У меня был брат. Старше меня. И знаете, такой хулиган школы. И я не могла ему пожаловаться. Я знаю на 100%, что если я бы рассказала своему брату, он бы меня пришел бы защитил. Но я этого не делала из-за своей тупости. Вкусно. Десерт то, что надо. Картошка мне не нравится, что она очень тонкая. Надо брать по три. Еще мы бегали вокруг школы. Три круга. И все жульничали. То есть они пробегут круг. И говорят, вот, я три круга пробежала. А я бегала все три. А сейчас, вспоминая эти моменты, я думаю, насколько же я была неграмотна. Насколько же я была дурочка. Вот реально. Меня обижают, а я ничего. В ответ. В школе тоже один раз такое было. У меня родители еще жили в России. А я переехала как бы в Азербайджан. И классная руководительница наша, Гюля Гилаловна. И она меня спрашивает, скажи точный адрес своего проживания на данный момент. Я говорю, я живу у дяди и точно его адрес не знаю. Я могу позвонить и спросить у него. Он сказал, ну как не знаешь, где ты живешь? Вот что мне теперь писать в журнале? Вот как мне заполнить? Начала на меня кричать. Я бы попросилась у нее, вышла и позвонила дяде. Но дядя не взял трубку. Я не смогла уточнить адрес. Вернулась назад и говорю, что дядя не берет трубку. Я вам завтра скажу. И она тут начинает на меня орать при всем классе. И класс тоже начинает ржать. Вот. Я считаю, что это некомпетентность. Но сейчас я бы никогда не дала бы себя в обиду. Никогда бы я не позволила на себя кричать. Спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. Я вас очень сильно люблю. Целую. С вами была Лайка Эмили. Всем пока. С вами была Лайка Эмили.